Сегодня мы разберем три вещи. И снова, приятно всех видеть, кто пришел. Сегодня мы собираемся рассмотреть три вещи. Мы погрузимся в рынки и разберем множество рынков. Мы рассмотрим все основные рынки фьючерсов. Мы рассмотрим возможности на спот рынки Форекс. У нас есть несколько из них. Затем мы рассмотрим один или два ETF и посмотрим также акции Фейсбук, Амазон, Гугл. У меня нет Нетфликс. У меня нет ничего по нему. Apple. Рассмотрим Apple. Хорошо? Таким образом, сегодня мы много чего сделаем. И вторая вещь, которую мы сделаем, это урок по трейдингу. Я хочу попытаться помочь вам с одним вопросом. Если бы мне давали каждый раз по доллару, когда задают этот вопрос, то у меня было бы много денег. А вопрос, когда зоны спроса и предложения выглядят одинаковыми, то почему одни работают, а другие нет? Мы это разберем. Есть три вещи, которые вы должны на самом деле искать по отдельности. Это два отдельных сценария. Сегодня мы наверняка рассмотрим две из этих вещей. Не знаю, хватит ли у меня времени для третьей. Но мы определенно рассмотрим это. Ну и, конечно, разберем мысль дня. Таким образом, в конце у нас будет хорошее окончание с хорошим жизненным уроком. Это будет важный вторник. Простите за вчера, если вам пришлось поменять планы. Простите за мать природу, которую взяла на данной верх. Так, фактически у нас могла бы быть эта сессия, когда вернулось электричество. Но я не хотел сильно рисковать. На заднем дворе рухнуло большое дерево из-за тяжелого снега. Но с нами все хорошо. Если вы живете на Среднем Западе, то вы похоронены под снегом. Хорошо. Рад всех видеть. Давайте погрузимся в графики. Но перед этим рассмотрим пару небольших вещей. Хорошо. Вот S&P. Давайте начнем с недельного графика. Просто убедимся, что вы понимаете, о чем мы говорили. В то время как цена, вероятно, прошла ниже февральских минимумов. Я знаю, что мы наблюдаем за этим уже долгое время. Но это все еще перспективно. Это все еще то, что предлагают графики. Вещи могут меняться, но это то, что графики нам говорят. Итак, ниже февральского минимума есть несколько зон спроса. Таким образом, если вы получите большое движение вниз, то цена, вероятно, остановится и развернется вверх на этих ценовых уровнях. Убедимся, что все это ясно понимают. Конечно, это только мое мнение. Но что делают рынки фондового индекса? Фондовые рынки отличаются от других рынков. Они создавались для роста в течение долгого времени. Окей. Одна из крупнейших ошибок, которые люди совершают, заключается в том, что они пытаются найти вершины фондового рынка и войти в большую продажу. Или пытаются защитить свой портфель двумя или тремя процентами рынка в нисходящем тренде. Или даже пятью процентами нисходящего рынка. Помните, что цель рынка фондового индекса – фондовые рынки. Потому что это единственный рынок, созданный для роста продолжительное время. Стратегия. Правильная стратегия. Покупает, когда вещи распродаются. Подумайте об этом. В самом деле, подумайте об этом. Окей. Таким образом, это означает, что когда он очень явный, то вы можете захеджировать ваш риск. И это представляет что-то вроде пяти процентов. Вероятно, даже в районе десяти или больше. Да, давайте сделаем это. Окей. Давайте сделаем. Что более важно, надо быть готовым поместить деньги для работы на фондовом рынке. Когда вы получаете снижение, прямо как в 2008-2009. Это понятно? Окей. Это ключ к тому, как вы управляете деньгами и получаете отдачу выше среднего. Вот, что большинство людей делают. Они инвестируют в рынок, даже не рассматривая цену. Правильно? Подумайте о программе 41К. Они входят на 1 и даже 15 месяцев, не думая, где находится рыночная цена. Вы бы в реальной жизни никогда не купили бы ничего таким способом. Таким образом, убедитесь, что понимаете это. У рынка всегда обычая тема, но будьте умными. Покупайте во время распродажи. Это недельные уровни. Давайте продолжим. Давайте посмотрим на дневной график S&P. Посмотрим буквально несколько секунд. Первый уровень находится ниже текущей цены на 25.08. Не будем там долго задерживаться, нет в этом нужды. Теперь давайте перейдем на 4-часовой график. Просто хочу указать на маленький уровень, расположенный здесь. Я думаю, многие из вас рассматривали его, правильно? Видите, этот уровень в районе 26.90. Причина, почему он обведен в круге, хотя фактически это не зона предложения, вы будете видеть много зон предложения. Причина, почему он в круге, в том, что это не только ночная торговля, если вы смотрите только на дневную торговлю фьючерсами S&P или SPI. Это гэп. Окей? Это гэп. Таким образом, нет причин торговать S&P здесь. Это понятно? Именно поэтому я поместил его в круг. Конечно, что-то выглядит немного менее вероятным, чем уровень в этой области. Но просто убедитесь, что вы понимаете, что видите гэп на S&P, и это представляет ночную торговлю. Давайте продолжим и перейдем теперь на 60-минутный график и найдем зону спроса ниже текущей цены. Вот другой уровень, который тоже не является высоко вероятным. Мы доберемся до хороших уровней сразу после него. И снова он представляет ночную торговлю, которая происходила в районе 26-40. Эта область представляет ночную торговлю. Таким образом, просто знайте об этом. Там есть уровень, но не является высоко вероятным, как следующий набор уровней, который мы рассмотрим. А для этого мы перейдем на 10-минутный график и посмотрим. Нам нужно прочитать.